Представители незаконных организаций ЛДНР завозят на территорию подконтрольной украинской власти фальшивые деньги и обменивают их на иностранную валюту через теневые финансовые каналы. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Кроме того, Лысенко сообщил об обнаружении в Запорожской области денег с территории контролируемой незаконной организации ДНР. Он посоветовал гражданам быть бдительными, особенно при расчете в местах, где нет кассовых аппаратов или специальных устройств, которые могут определить фальшивую купюру. В случае выявления таких купюр необходимо обратиться в милицию с соответствующим заявлением. Группировки ЛДНР запретили международным миссиям помогать людям в оккупации. Боевики незаконной организации ЛНР приказали международным гуманитарным организациям покинуть территорию, которую они контролируют. Об этом сообщил руководитель гуманитарного агентства ООН Стивен О'Брайан, пишет издание новости Донбасса. По словам представителя ООН, еще несколько международных неправительственных организаций были проинформированы о том, что они должны уехать из Луганска до 26 сентября. В последнем докладе ООН о ситуации в Донбассе рассказывалось о чрезвычайно тяжелой гуманитарной ситуации в регионе. Также стало известно, что боевики ДНР не пустили в Донецк 8 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. В Госпогранслужбе сообщают, что 24 сентября около 15.00 через контрольный пункт въезда-выезда Бугас на территорию, которая временно контролируется незаконными вооруженными формированиями, проследовали грузовики с продуктами питания и средствами гигиены. Красный Крест только недавно возобновил свои поставки гумпомощи. Ранее организацией был запрещен въезд на оккупированную территорию из-за отсутствия так называемой аккредитации, выданной членами группировки. В свою очередь посол США в Украине Джеффри Пайет назвал такие действия незаконных формирований цитата «циничным нарушением Минских соглашений», ведь стороны конфликта обязаны обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи. Дистанционное обучение для оккупированных территорий могут вести уже через 3-5 месяцев. Об этом заявил губернатор Донецкой области Павел Жебривский. В Донбассе при поддержке украинских военных восстанавливают поврежденные боевиками и мародерами железную дорогу. Об этом сообщает пресс-центр АТО. Предварительные осмотры повреждения свидетельствуют о том, что железнодорожные пути пострадали не только от боевых действий, но и от деятельности мародеров, которые, воспользовавшись ситуацией, повредили и похитили большое количество контактного кабеля. Работа по розминуванию, проводят работу Державная служба специального транспорта, для того, чтобы майно, которое тут перебывает, у которого тут очень много рельсов, запасные шпалы, восстановленные материалы, для того, чтобы их перевезти на контрольованную нашу территорию. Ремонт ведется в серой зоне. По словам военных, иногда работу прерывают выстрелы. Другой месяц мы працюем безусловно в лініи зіткнули. На бумагах дійсно досягнуто припинение вогню. Разом с тем, каждый день, чути неподалеку, что справа, что с левой стороны, от места проведения работы, где-то поединокие пострелы, бывает, что с автомата стреляют, бывает, что с кулемета стреляют, поэтому нужно отдать очень большую благодарность тем работникам залезной дороги, которые действительно тут работают. И, несмотря на то, что они находятся постоянно под загрозой своего жизни, они выполняют поставленное перед ними завдание. Данный боеприпас F1 стоял на растяжку, а именно, иголка вместо предохранительной чеки и к иголке напрямую медная проволока от Птура. Герната была закреплена на арматуре плиты железобетонной разрушенной и установлена была в проем. Путем обрезки проволоки, выкручивания запала, данная растяжка была безврежена. Помощь в ремонте путей также оказывают местные предприятия, заинтересованные в восстановлении железнодорожного сообщения. Все работы проводятся в тесной координации с украинскими военнослужащими, которые выполняют в этом районе боевые задачи по сдерживанию вооруженных банформирований.